На этой лекции мы рассмотрим, как создавать свои view, то есть custom view, как в андроиде происходят анимации, как работать с ними и как обработать touch-евенты. Собственно, вот это план нашей лекции. У нас будет два примера в середине и в конце. И, собственно, посмотрим, как это все применяется на практике. Что такое вообще custom view и зачем это делать? Custom view – это view, которая не находится в SDK Android, то есть которую мы сделали сами. Можно сделать view, которая будет, не знаю, кнопкой в форме звездочки, можно сделать какую-то сложную отрисовку, можно оптимизировать layout, можно сделать все, что угодно, но на самом деле в большинстве случаев это делать не стоит, потому что Android обладает множеством различных атрибутов в плане тем, стилей, различных дополнительных параметров и появляется, скажем угодно, все больше и больше различных UI элементов и чаще всего вам просто не нужно делать что-то свое. Не пишите custom view, если есть возможность, этого делать не стоит. Да, можно расходиться? Домашнее задание. Давайте вспомним, если вы все-таки решили написать свою какую-то view, давайте вспомним, как у нас выглядит иерархия UI компонентов. Самый базовый класс – это view, все остальные UI компоненты наследуются от него. И также есть один очень важный элемент, как view group. View group – это все layout. В чем отличие view от view group? View group может хранить в себе несколько UI элементов, то есть на примере это вот довольно популярные linear layout и frame layout. И также стоит принять во внимание то, что не всегда наши элементы наследуются напрямую от view. То есть button не может себе содержать какие-то дополнительные элементы, но при этом они наследуются от view, а наследуются от text view. Это сделано по простой причине, потому что нам не всегда нужно переписывать логику сначала, потому что уже у нас есть какая-то логика отображения текста, и зачем это нам делать заново, мы можем просто переиспользовать. Также и в своих вьюшках, если вы понимаете, что вы хотите, не знаю, опять же, сделать кнопку в форме звездочки, не нужно ее писать сначала. Можно просто наследовать от класса button и сделать просто другую форму. Давайте поговорим про жизненный цикл view. Это довольно популярная картинка. И здесь мы видим, что у нас после того, как мы создали вьюшку какую-то нашу кастомую и добавили ее в родителя, то есть какой-нибудь layout, вызывается метод touch to window. Этот метод говорит нам о том, что наша вью попала сейчас в иерархию родительского лейаута. После этого родители начинают вызывать различные методы нашего вью. Вот они представлены по порядку. С каждым из них мы сейчас познакомимся подробнее. Естественно, создание каждого объекта начинается с конструктора. У любого вью их четыре штуки. На данном слайде представлены самые популярные и самые, наверное, нужные два конструктора. В одном случае у нас передается только контекст. Это чаще всего используется способ при создании вью из кода, то есть когда мы не определяем что-то в xml. Второй конструктор используется как раз таки, когда мы определили вью, добавили вью в иерархию в коде. То есть у нас какие-то есть дополнительные атрибуты. Также существует еще два других конструктора и можно заметить, что, как и предыдущие конструкторы, они начинаются всегда с контекста и потихоньку добавляются по одному параметру. Тем самым можем сделать вывод, что на самом деле каждый последующий конструктор, каждый предыдущий конструктор вызывает последующий, и так идет каскадом. На данном слайде представлены различные другие способы конфигурирования вью прямо из конструктора. Это различные атрибуты, темы и прочее. Но чаще всего эти конструкторы не используются, и более того, последний из них даже добавлен только в 21 версии SDK. В случае, если вы создадите такой конструктор, идея вам скажет, что не стоит так делать, потому что не каждый девайс может это поддержать. Ну, если у нас минздк стоит меньше, чем 21. Итак, давайте начнем рассматривать жизненный цикл. Он attach to window. Attach to window, как я сказал, это метод, который вызывается тогда, когда наша вьюшка попала в иерархию. Тут не происходит никаких там сверхинтересных вещей, просто вью с этого момента понимает, что все, я готова отрисовываться. Но прежде чем отрисовать, нам нужно понять, что мы будем отрисовывать. Более того, layout, как правило, содержит не один элемент, а несколько. И для того, чтобы понять, какого размера нам нужно отрисовать ту или иную вью, нам нужно ее измерить. Для того, чтобы понять, какие размеры будут у вью, родители вызывают у каждой вью последовательный метод on measure, то есть метод измерения. В результате этого метода ожидается, что наша вьюшка скажет так, я хочу быть такого-то размера, и отдаст эти сведения своему родителю. После этого родитель сможет уже отправить заказ measure к следующей вью и тем самым узнать, какого размера вьюшки хотят быть. Двумя аргументами метода on measure являются with measure spec и height. Что это за параметры? Это параметры, которые описывают то, как раз таки, что ожидает от нас родители. На самом деле, каждый из этих хинтовых значений содержит в себе еще два значения. Это мод и сайз. Мод говорит о том, какое правило следует применить к аргументу сайз. Сейчас мы это рассмотрим чуть подробнее. И для того, чтобы каждый раз нам не вычислять, не брать отдельно мод, отдельно сайз, не писать одни и те же строчки кода. Для этого уже на самом деле есть вспомогательный класс в measure spec, который может достать из аргументов on measure, может достать нужный вам аргумент мод или сайз. Какие бывают режимы мод? Что это вообще такое? Предположим, у вас есть какой-то layout и внутри есть какое-то текстовое поле. И вот у этого текстового поля стоит значение ширины в wrap-контент. Соответственно, родитель говорит ему, окей, я могу тебя отрисовать, но для этого мне нужно вначале узнать, какого ты размера будешь. И для этого в методе on measure, для этого челда, для этого текстового поля посылается measure spec с флагом unspecified. То есть мы говорим о том, что мы не знаем, какого ты можешь быть размером, скажи нам, какого ты будешь размером, и тогда мы уже проведем какие-то отдельные расчеты. Кроме того, что существует метод, точнее, spec unspecified, есть флаг atmost. Atmos говорит о том, что ширина либо высота view должна быть не более, чем заданное значение, и экзекли говорит, что значение размера должно быть строго определенным. То есть в реальной жизни чаще всего это бывает так, когда мы задали для view какой-то определенный размер, там словно 10 dp, тогда measure приходит со значением экзекли. То есть нам нужно строго 10 dp. В случае, если мы сделали match parent, нам приходит atmost, то есть вьюшка не может быть больше, чем родитель, но меньше, пожалуйста. И unspecified как раз таки, когда мы задали в wrap-контент, то есть нам нужно узнать, какого размера хочет быть view. В данном коде приведено, как же это будет выглядеть в реальности. То есть вот intовое значение vis – это то значение ширины, которое мы хотим, которое как бы наше желаемое, у нашей вьюшки. И в зависимости от того, какой мод нам передал parent, мы производим какие-то вычисления. То есть в случае, если это экзакли, точный размер, у нас нет никакого выбора, мы отдаем всегда точный размер. В случае, если это отmost, мы выбираем наименьшее значение из нашей желаемой ширины и того размера, который передал нам родитель. И в других случаях мы просто отдаем свою желаемую ширину. Абсолютно те же правила работают и на высоту. Для того, чтобы каждый раз не писать вот эти условия if, else, if снова, для этого существует метод resolveSize. Он есть в view, соответственно, если заглянуть в код, он делает абсолютно те же самые вещи и, собственно, избавляет вас от рутины. После того, как мы рассчитали какой-то размер, ширину и высоту, нам нужно передать данные нашему родителю. Для этого нужно обязательно вызвать метод setMeasureDimension. В лучшем случае, если мы его не вызовем, view будет использовать какие-то свои предрассчитанные значения. В худшем случае мы получим crash. Это важно не забывать. И, если не ошибаюсь, студия сейчас даже подсвечивает ворнингам, если мы забыли добавить вызов этого метода. Что-то мы сейчас обсуждали, обсуждали, но звучит все как-то сложно, да? Давайте чуть-чуть разложим это на шаги. Итак, первым шагом что у нас происходит? У нас какой-то есть родитель и с одним наследником, с челдом. Значит, все начинается с того, что у челда есть какие-то параметры ширины и высоты. То есть это layoutWidth и layoutHeight, если это XML и layoutParamse, если мы задали значения в коде. Соответственно, parent берет эти значения у своего челда. Следующим шагом parent, после того, как собрал все значения у челдов, начинает вызывать методы measure у каждого из челдов. После того, как child рассчитал свой размер, он говорит, окей, я рассчитался, вот тот размер, каким я хочу быть. И в конечном счете, когда все размеры получены, parent вызывает у своих челдов метод layout, который говорит о том, что вот у вас есть такой-то размер, располагайтесь на экране. И метод он layout, соответственно, мы должны уже расположить именно view на экране. В случае, если у нас, наш класс, это наследник view, нам ничего не нужно делать в layout, потому что у нас нет никаких челдов, какой размер нам дали, такой мы принимаем и на этом все заканчивается. В случае, если это viewGroup, нам нужно будет перепределить метод layout и уже из перепределенного метода вызывать методы layout своих челдов для того, чтобы расположить их в нужном порядке. Что такое onlayout? Как раз-таки это onlayout, это метод расположения view с заданными уже размерами и с теми координатами, которые мы хотим. После того, как мы посчитали view, расположили их на экране, нам нужно их как-то отрисовать. Для отрисовки существует метод ondraw. Ondraw рисует на конвасе. Конвас – это такой, грубо говоря, холст, на котором мы ввольно нарисовать все, что угодно. Рисуется, как правило, при помощи класса paint. Paint, понятно, дословно переводится как краска. И, соответственно, paint может настраиваться к куче различных параметров. Например, это может быть цвет, толщина линии, различная форма и прочее-прочее. И так как мы определяем свое кастомное view, мы можем с помощью этого пейнтера нарисовать на конвасе все, что нам захочется. Более того, мы можем даже рисовать не просто примитивы, какие-то линии, круги, прямогольники. Мы можем прямо нарисовать целое view. Важные правила, которые стоит не забывать, когда мы работаем с методом ondraw. Так как Android обновляет экран не чаще, чем раз в 16 миллисекунд. Это означает то, что мы должны за 16 миллисекунд вложиться в полный цикл on-measure, on-layout и on-draw. Но при этом on-draw может вызываться гораздо чаще. Потому что мы можем изменить какие-то параметры ширины и высоты, изменить цвет, какую-то там заливку, форму и так далее. И тогда on-draw будет вызываться несколько раз. И для того, чтобы мы успели вложиться в эти 16 миллисекунд, для того, чтобы человек не видел каких-то лагов и пропадающих кадров, мы должны максимально оптимизировать этот код. Первое правило – это не создавать объекты. Если вы внутри on-draw пытаетесь создать новый объект, там, не знаю, new integer, студия вас тут же остановит и будет подсвечена желтым, что не стоит создавать никаких объектов. Дальше. Не стоит делать сложные операции, никаких вложенных циклов, никаких получения значений откуда-то извне и так далее. Все значения должны быть у вас изначально уже подготовлены, чтобы вы могли их просто отрисовать. Ну и, конечно, лучше не писать вообще custom view, потому что это зло, куча проблем, и, как правило, вам это не нужно. Вот мы и разобрались, как нам померить, отрисовать наш layout в наш view. Но в случае чего, если мы хотим изменить каким-то образом наше представление, поменять цвет, еще что-то, нам нужно уметь перерисовывать это в view. И видно, для этого существует два основных метода. Это метод invalidate и requestLayout. Invalidate, он существует только для того, чтобы запустить нам цикл перерисовки. То есть все остальные методы layout, measure не будут вызваны. Мы работаем с теми уже значениями ширины высоты, которые мы рассчитали до этого. Но в случае, если у нас изменился размер или местоположение, нам нужно вызвать метод requestLayout, который запустит полный цикл расчетов. Ну и как следствие того, что requestLayout может запустить нам полную цепочку расчетов, в случае, если вы поменяли цвет, соответственно, не нужно вызывать requestLayout, достаточно просто вызвать метод invalidate. И, опять же, не стоит слишком часто прибегать к перерисовке нашего view, потому что, если вы сделали что-то неоптимально в ondraw или в каких-то других местах, то это может привести, опять же, к лагам, потере кадров и неплавности вашего UI. Ну, вроде как бы что-то мы объяснили, что-то стало попонятнее, да? Давайте еще раз то-то самое пройдем, но более подробно. Итак, это какая-то у нас иерархия вьюшек. Значит, каждый из квадратов — это вью. Соответственно, те вью, которые имеют наследников, — это вьюгрупп, то есть лейауты. Все действия с лейаутами происходят всегда от верху к низу, то есть от родителя к челдам, и последовательно вызываются дальше и дальше. Итак, у нас начался процесс измерения, то есть процесс measure. Родитель запрашивает у челда, пожалуйста, рассчитай свои размеры. То есть measure your own size. После того, как вьюшка их рассчитала, в случае, если у нее есть челды, она говорит, окей, у нас общий размер доступен там условно 100 пикселей. Для вас вот я вам даю 100 пикселей, какого размера вы можете быть. Каждый из челдов тоже себя посчитал и вернул родителю. Родитель уже в свою очередь вернет своему родителю это. После того, как мы рассчитались, нам нужно выполнить метод onLayout, то есть позиционировать view на экране. Соответственно, абсолютно такая же логика. Каждый из челдов родителя вызывает для своих челдов адресовку метод onLayout для того, чтобы изменить местоположение view. И после этого вызывается метод onLayout для адресовки. Абсолютно такая же логика. Сверху вниз мы идем и адресуем своих челдов. Челды вызывают челдов и так далее. До тех пор, пока мы не упремся в конец нашей рахи. Итак, давайте еще резюмируем самые важные вещи, которые стоит помнить, когда мы делаем свои кастомные view. Первое, как я говорил, в случае, если можно избежать использования кастомных view, никогда их не делайте, не пишите. Это, как правило, сложно и не нужно. Второй момент. Стоит учитывать обязательно внутри метода onMeasure те значения, которые нам дает родитель. Мы не можем быть больше определенного размера или игнорировать эти правила. Мы должны их строго соблюдать, иначе наш layout может расползтись и будет совершенно непонятная каша. Когда мы используем метод onDraw, реализуем метод onDraw, не стоит делать лишние работы, аллоцировать объекты, использовать какие-то сложные операции. Не стоит часто прибегать к методам invalidate, то есть не запускать полный цикл перерисовки. И одно из важных правил, о которых часто забывают, все методы расчета, отрисовки и прочее происходят в пикселях. Но мы помним, что на самом деле девайсы у нас бывают разные, и у каждого девайса разная плотность пикселей. Соответственно, нам нужно оперировать все-таки в терминах DP и SP. DP – это для размеров view, SP – для размеров шрифтов. Соответственно, при каких-то там настройках дополнительного view, если значение нам передано в DP, надо не забыть перевести это все в пиксели и уже в пикселях оперировать. Потому что, опять же, onMeasure рассчитывает на то, что вы отдадите им ответ в пикселях, не в DP. Ну и, да, не стоит лишний раз писать огромные повторяющиеся куски кода. Есть helper-классы, есть вспомогательные методы, есть, например, как метод resolveSize. Это такая наша первая часть касательно кассанных view. Давайте сразу же остановимся на этом и спросите, какие у вас есть вопросы, если что-то непонятно, или там, может, что-то хотите добавить, или… А начнем с подлами, measure, onMeasure, loyout, onMeasure. Один метод – это метод непосредственно вызова того, что типа, пожалуйста, рассчитай мне там размер свой, да. А второй метод говорит о том, что размер уже рассчитан, вот он. Ну, то есть для viewшек и для переопределения вам не нужно думать о методах именно draw, например, да, вам нужно только ondraw вызывать. То есть во время отрисовки я хочу, чтобы было вот это. Как учитывать спадрогеймаркеры? Вот, это хороший вопрос. Для того, чтобы… там у нас будет пример для того, чтобы, да, зарабатывало все хорошо, нам нужно действительно их учитывать, потому что, ну, в противном случае, если мы внутри measure и будем игнорировать отступы, то, соответственно, они просто не будут работать, и опять же у нас поплывет весь UI. Это будет чуть дальше рассмотрено. Окей, переходим дальше. Предположим, мы делаем приложение Messenger, и, как правило, в Messenger есть аудиосообщение. Аудиосообщение чаще всего представлено как вот такие вот столбики, где каждый столбик определяет, описывает высоту, громкость записанного аудиосообщения в какой-то конкретный момент времени. Естественно, в Android нет такого UI-элемента, и вот эту прекрасную вещь со столбиками нам придется реализовать самостоятельно. Давайте посмотрим, как же это сделать. Я подготовил примерчик. Сейчас мы посмотрим, как это работает. Так, для начала давайте откроем лишнее. Так, так, так. Достаточно крупный код, да, видно? Окей. Ну, понятно, что это тестовый, чисто показательный такой проект. MainActivity у нас просто для того, чтобы показать, как у нас будет выглядеть вьюшка. Давайте начнем с разметки нашего Activity. Здесь я добавил три вьюшки. WaveView я назвал это, то есть то самое вью, которое будет показывать высоту столбиков громкости. Я добавил сюда три вью для того, чтобы с разными параметрами их показать. В общем, не так важно понимать сейчас, чем они отличаются. Просто держите в голове, что их три штуки, и чтобы не было вопросов, откуда сделать здесь у нас три различных элемента. Давайте посмотрим внутрь нашего WaveView, что же там происходит. Как я говорил уже, базовым классом для всех вьюшек является класс вью. Не вьюгрупп, потому что это у нас не layout, у нас не будет челдов. У нас будет адресовка строго заданного набора данных. Сразу же мы можем увидеть здесь, что мы определили каких-то два поля, какой-то WavePath и LinePaint. Эти объекты будут у нас использоваться во время отрисовки. Именно для этого мы их определили заранее, для того, чтобы в методе onDraw мы не аллоцировали лишнюю память, не делали лишних действий, а уже использовали готовые объекты. LinePaint, соответственно, это Paint, с помощью которого мы будем рисовать паз или же путь. Это, собственно, те столбики громкости, которые будут адресованы. По поводу различных аргументов TypeArray и прочее, мы сейчас к этому вернемся. Давайте рассмотрим простейший случай. У нас есть какие-то данные для адресовки. Я создал класс WaveRepository, который будет, собственно, выдавать нам эти данные. Все очень просто. Здесь рандомные числа от 0 до 100 и всего 200 чисел. То есть это обычный просто массив с интами. Соответственно, мы получили эти данные для того, чтобы потом с ними работать. И тут же в конструкторе настроим наш Paint. Не буду вдаваться в подробности, но суть в том, что мы выставили ширину линии, цвет и параметр, позволяющий рисовать именно линии. Вернемся к конструкторам. Как я и говорил, чаще всего используются только два конструктора. Первый конструктор используется для инициализации из кода. Второй конструктор используется для инициализации из XML. Именно он у нас будет использоваться, так как мы задали View внутри нашего файла разметки. Окей. Предварительная инициализация у нас закончена. Мы получили данные и настроили Paint. Приходим к самому интересному. OnMeasure. Как я и говорил, у нас приходят два аргумента. Один описывает требуемые значения для ширины, второй описывает требуемые значения для высоты. Для того, чтобы узнать, какую же ширину от нас хочет получить parent, мы вызываем метод MeasureSpec. GetSize. Внутри... Так, сейчас, что-то притормозило. Сейчас еще раз. Внутри мы видим, что просто к MeasureSpec добавляется маска, то есть вытаскивается нужное значение. Мы получили ширину. Так, так, так. Мы получили ширину. Окей. Дальше мы хотим получить высоту. Высота у нас берется тем же самым образом, только из параметра высоты спек. Далее, о чем был вопрос? Нам нужно учесть паддинги. Так как кто-то может задать в описании нашего View внутри XML, либо там кодом, какие-то паддинги, так как паддинги рисуются внутри View, а маржины снаружи, соответственно, маржины мы игнорируем, а паддинги мы учитываем. Для этого нам нужно еще сохранить себе значение паддингов. Далее, собственно, приступаем к расчету желаемой ширины, которая на самом деле хочет наша View, невзирая на запросы от parent. Для этого у нас есть, напоминаю, что original data – это дата, которая к нам пришла для отрисовки. То есть та самая высота столбика в громкости. Мы берем количество вот этих столбиков, которые мы хотим отрисовать, и умножаем на itemVis. ItemVis – это параметр, который описывает, ну, он устраивается сейчас из атрибутов, но этот параметр описывает то, какой ширины должен быть каждый столбик. Мы приняли в нашей View, что ширина столбика будет равна к какому-то определенному значению, и такого же размера будет отступ между столбиками. Соответственно, нам нужно перемножить ширину на 2. То есть у каждого столбика будет справа пробел. Столбик пробел, столбик пробел. То есть умножаем на 2, так как ширина у них одинаковая. И в конце отнять ширину одного из столбиков, то есть последний пробел. То есть если у нас, например, будет 4 вот этих вот полоски с высотой, то будет столбик пробел, столбик пробел. Пробел в конце нам не нужно, мы его выкидываем, вычитая ширину этого столбика. И не забываем про паддинги. Паддинги нам нужно учитывать, поэтому мы к нашей желаемой ширине добавляем эти паддинги. Дальше мы вызовем метод ResolveSize. То есть тот самый метод, о котором я говорил, который сокращает нам работу. Посмотрим, что он делает. Собственно, он делает то, что мы могли бы написать своими руками. То есть он вытаскивает мод и size, и spec и делает то самое условие, только в формате switch, в зависимости от желаемого размера от нашего принта. Мы получили ширину. Какая-то ширина у нас, ширина, которую нам следует отрисовать. Так как эта ширина может отличаться от того, что мы изначально планировали, нам нужно посчитать, какое же количество столбиков на самом деле войдет в эту ширину. То есть почему нам это нужно сделать? Если у нас там есть этих 200 столбиков, нам выделили только 10 dp, все 200 не влезут. А у каждого из них строго заданная ширина. Соответственно, нам нужно отрисовать либо какую-то часть из них, либо как-то их разрядить, либо там выкинуть лишнее, что-то еще сделать. Для этого мы посчитаем, сколько же у нас этих столбиков войдет в искомую ширину. Ну, собственно, это условие ширины и начальная, только инвертированная. Мы получили энное количество элементов, доступных для отрисовки. И, опять же, из-за того, что это количество может быть больше или меньше, чем наше желаемое значение, нам нужно его интерполировать, ну, или там, какой бы подход к себе выберете. У нас в данном случае интерполяция, простейший классец для интерполяции. Не будем вдаваться в подобности, там довольно простая логика для того, чтобы найти промежуточные значения. Тем самым мы просто сократим наш изначальный массив с данными до массива нужного нам размера. И получим некую measure data, то есть data, которая строго уместится в нужную ширину. И после того, как мы произвели все расчеты, нам нужно проставить, точнее, уведомить нашего родителя о том, что все готово, вот такого размера мы будем. В данном случае мы не рассчитывали каким-то образом отдельно высоту, потому что, ну, просто мы решили, что мы будем всегда той высоты, которую нам скажет родитель. То есть мы будем растягиваться всегда максимально широко. После того, как мы сделали расчеты нашей ширины и высоты, нам нужно отрисоваться. Когда родитель скажет, когда-то родитель вызовет метод onDraw, нам необходимо выполнить следующие вещи. Во-первых, проверить, что у нас есть что отрисовывать, потому что, опять же, нам лучше не делать лишние работы. Лишняя работа всегда тормозит UI и приводит к каким-то лагам. Но на самом деле эта ситуация крайне странная, потому что перед onDraw при первом разе всегда вызовется onMeasure. Ну, на всякий случай мы это проверим. WavePath напоминает тот самый маршрут, по которому будут построены наши вертикальные столбики. Перед отрисовкой нам нужно его сбросить, вызов метод reset, тем самым не лоцируя новый парень, не создавая новый путь, а просто используя старый объект и сбросить все его уже заданные настройки. Что мы делаем внутри нашей отрисовки? Нам нужно, получается, последовательно пройтись по каждому из значений громкости и его отрисовать. Для этого у нас есть массив обычный for, где мы берем по очереди каждое из значений громкости и пытаемся его отрисовать. Для того, чтобы громкость была отрисована по центру, соответственно, нам нужно сдвинуть этот столбик относительно... Давайте правильно скажу так, что на конвасе начало координат находится в левом верхнем углу. Соответственно, все расчеты, все координаты, они считаются с левого верхнего угла. Если мы будем просто рисовать наши линии от нуля до какого-то значения, то вся наша вьюшка будет прибита к верху. Мы хотим, чтобы у нас было красивое вот это вот wave view, чтобы оно было отрисовано относительно центра. Для этого нам нужно от доступной высоты вычти половину, мы найдем центр нашего вьюшки, и отнять половину желаемой высоты, тем самым мы найдем то место, откуда будет отрисован этот столбик, ну и не забыв про паддинги. Соответственно, тут просто много вспомогательных различных элементов, чтобы 10 раз одно и то же не писать. Непосредственно сама отрисовка происходит при помощи двух методов moveTo и lineTo. MoveTo переставляет наш курсор Paint на нужную позицию, а lineTo говорит, что с той позиции, где находится сейчас курсор, нам нужно отрисовать линию до какого-то места, то есть до какого-то значения. И после того, как мы отрисовали, мы сдвигаем, в следующей итерации сдвинем курсор на расстояние, равное ширине столбика умноженное на 2. Почему умноженное на 2? Потому что координата нашего курсора, она считается относительно середины столбика. То есть у линии есть какая-то ширина. То есть в view, конвас не знает о том, что это у нас там прямоугольник, как мы его видим. Для конваса это все еще линия. И у линии просто есть какая-то толщина. И относительно середины эта толщина идет направо и налево. Соответственно, начало координат линии не является его крайняя позиция, крайне левая или крайне правая. Это всегда центр. Это тоже стоит помнить, что примитива отрисовывается из центра. Поэтому умножаем на 2 и рисуем полученную картинку. Сейчас мы начнем этот код упрощать, для того, чтобы было более понятно, потому что понимаю, сейчас довольно сложно. Давайте вначале взглянем, что получается. Сейчас эмулятор запустится. У нас есть три вьюшки. Различные между ними просты. В первом случае стоит ширина match parent. В третьем случае это, если не ошибаюсь, в rap content там стоит. И различные настройки, как размер вот этого столбика, паддинги и цвет. Давайте вначале начнем с того, как нам можно настроить какие-то кастомные свои параметры и добавить внутрь вью. Для этого давайте уберем код, который я написал, относительно этих параметров. Так, так, так. Item with. Item with. Color. Вот. В простейшем случае выглядит все следующим образом. У андроида есть класс DisplayMetrics, который позволяет понимать параметры нашего дисплея. И, как правило, этот метод чаще всего используется для того, чтобы конвертировать dp и sp в пиксели. Собственно, чем мы воспользуемся? У нас есть параметр ширины этого столбика. Для того, чтобы рассчитать, какой ширины он будет, мы воспользуемся неким методом Apply Dimensions. Позже про него можно будет почитать. В котором мы переведем дефолтные наши размеры, пример столбика, то есть 2dp в значение пикселей. Это будет ширина. Цвет мы задали просто насильно, мы выбрали цвет Black. Давайте посмотрим, что у нас получается. Все наши WaveView стали черными. Теперь давайте возвращаться к изначальному варианту и рассмотрим, как же нам сделать нашу View настраиваемую. Для того, чтобы сделать какие-то атрибуты, которые можно будет настраивать, для этого нужно воспользоваться файликом Atters.xml, чаще всего его называют. Этот файлик хранит в себе ваши дополнительные атрибуты, которые будут применяться в какой-либо View. Начинается определение новых атрибутов с тега declare styleable, где мы указываем View, которым будут применяться эти атрибуты. Здесь мы зададим два атрибута новых. Это ширина нашего столбика и цвет столбика. Также нужно определить явно, в каком формате мы ожидаем вот этих данных. В случае ширины мы ожидаем, что это будет Dimensions. Dimensions это означает значение либо в пикселях, либо в dp. и itemColor соответственно нужен color. Color ожидается либо значением int, либо в кексе, либо, если не ошибаюсь, есть какие-то пред, в общем, константы, которые можно использовать. Итак, мы задали какие-то атрибуты, как же ими воспользоваться. Внутри нашего файла разметки мы можем использовать их так, точно так же, как если бы они уже были у нас написаны кем-то до нас, то есть ничем не отличаются, допустим, от параментов констрейнта. То есть мы пишем просто itemColor, указываем какой-то цвет, itemVis, указываем ширину. Но, как мы заметили, мы только что запустили этот код, и цвет, и ширина никак не изменилась. Она не изменилась потому, потому что View не может сама как-то ваши параметры применить. Для этого нужно явно их считать. Возвращаемся. Для этого как раз таки существует во втором конструкторе существует параметр attribute set. Это тот набор атрибутов, которые человек задал либо в xml, либо кодом. Для того, чтобы сматчить те атрибуты, которые нам известны, на те, которые задал пользователь, нам нужно указать, что мы хотим достать атрибуты, которые относятся к классу WaveView и получить некий объект TypeTaray, который хранит набор этих атрибутов. Дальше мы можем с ними работать, доставая их по одному, то есть достаем, например, ширину, указывая специально вот образом тот параметр, из которого мы хотим достать эту ширину. Откуда взялось это название WaveView подчеркни ItemVis. Если мы кликнем на него, мы попадаем обратно в файл Atters. Но явно мы не задавали такое значение. Это на самом деле за нас делает Android. Он склеивает строчки таким образом, что каждое название атрибута состоит из двух частей. Это название класса, подчеркивание и название атрибута. Тем самым мы точно не ошибемся, что мы взяли какой-то не тот атрибут. То же самое работает и для цвета. Есть метод GetColor, в котором мы достаем цвет. Практически у всех методов работы с typed array есть второй аргумент, который определяет дефолтное значение. То есть в случае, если человек не задал этот атрибут, мы будем использовать дефолтное значение. В нашем случае мы используем то значение, которое у нас задано константами, то есть это 2dp и черный цвет. давайте еще раз запустим. Да, у нас применились какие-то какие-то наши атрибуты. Откуда они взялись? Мы указали для первой вьюшки какой-то цвет голубой и какой-то шириной 10dp. Соответственно, для других вьюшек мы настроили точно так же различные параметры нашего кастомого вью. Возвращаясь к вопросу про паддинги, давайте посмотрим, что же будет, если мы забудем, все-таки не будем учитывать паддинги. Для этого давайте везде, где мы используем паддинги, поставим нули. Как будто бы их нет. Так, вроде все, допустим. на выполнение. Напоминаю, что в середине вьюшка была с отступами, сейчас она стала без отступов. Откуда взялись отступы? У нас у второй вьюшки задан паддинг. Он стоит у нас 40dp, но наша вью полностью их проигнорировала просто потому, что мы их сами не учитываем. Даже если мы укажем любое значение максимально большое, максимально маленькое, это абсолютно никаким образом не повлияет на нашу вью. Просто потому, что мы не учли это дело. И по поводу еще размеров, почему они получились именно такими. В первом случае мы указали match parent, соответственно, у нас вьюшка растянулась полностью. В втором случае это был какой-то заданный, жестко заданный размер, мы получили его. А, ну и в третьем случае тоже, у нас стоит какой-то заданный размер. Окей. Так, давайте тоже сейчас еще раз остановимся, тоже присним если какие-то моменты непонятные, либо можно как-то поэксперементировать сейчас еще что-то поделать с этими вьюшками, чтобы стало более понятно. Можно что-то поделать, если хотите. Вроп контент. Окей. Давай для какой-нибудь второй допустим вью, которая более такая часто. Сейчас вначале запустим, точнее вернем паддинги. Еще можно вопрос. Да. Там вот если последняя строчка это . Сейчас скажу тогда окей. Так, это все я вернул. Сейчас еще раз проверю. Да, так, все вернул паддинги. Так, вначале разберемся с фраб-контентом. для второй view, который у нас посерединке, мы поставим для ширины, например, свойства в рап-контент. Какого-то есть предположение, как это сейчас будет выглядеть? Ясно? Давайте глянем тогда. Видно, что наше view растянулся весь экран, потому что у нас на самом деле если бы не было паддингов, то мы бы увидели, что наш wave уткнулся в края. Но так как есть паддинги, мы немножко отступили справа и слева. Но мы заняли поэтому весь экран. А заняли мы весь экран по простой причине, потому что на самом деле у нас очень большое число состоит этих столбиков данных. То есть у нас там их 200. Так, 200. И соответственно довольно большое количество мы занимаем весь экран. Если у нас будет гораздо их меньше, например, 50, то давайте посмотрим, что же получится. Вот. Если их будет 50, наша view обрезалась как-то странным образом. Что? Не-не-не. Здесь сейчас хотя подожди. Странно, что у нас паддингов нету. наверно что-то отломали пока. Сейчас. Сейчас я реверну изменения. Да, что-то отломали видимо с паддингами. Вот. И видно, что вьюшка примерно стала похожа на то, что было изначально. Вот все 50 этих столбиков, которые у нас были, мы их вместили во вью определенного размера. Полностью отработал в wrap-контент, то есть все посчитано, все работает. По поводу второго вопроса, по поводу метода recycle. TypeRay точка recycle. Просто TypeRay такая сущность, которая требует очистки после использования. Если мы не будем использовать, не будем вызывать метод recycle, у нас студия ругнется и будет написано, что TypeRay требует очистки. Просто нужно держать в голове и помнить, что стоит не забывать о том, что нужно после создания TypeRay его очистить. На самом деле тут есть ключевое слово obtain и ключевое слово recycle. Они будут аналогично тому, что будет использоваться в анимациях. Там некий есть механизм, мы к нему придем почему нам пришлось вызвать recycle и obtain. Ну, пока держите в голове, что просто нужно почистить array после того, как мы его использовали. Так, пока мы не перешли дальше, давайте еще какие-то желания поэкспериментировать, что-то изменить или спросить. Окей, двигаемся дальше. Гифка должна была быть до того, как мы начнем программировать, но ладно. Дальше мы приходим к следующей теме, это анимации. На самом деле, если, скажем так, немножко отдалиться от той картинки жизненного цикла view, которое было в начале, мы увидим, что перед тем, как начнется процесс измерения лейаута и отрисовки, у нас вызывается метод animate. Точнее, метод animate, процесс animate. Что происходит во время процесса animate? В этот момент у нас меняются какие-то параметры, то есть не в прямом смысле происходит анимация, а меняются какие-то значения нашего view, то есть это может измениться координата x, y, измениться прозрачность, цвет, какие-то еще ваши карстные параметры, и уже с этими измененными параметрами мы начнем работать, начнем их мерить, расставлять и рисовать. в андроиде существует огромная куча анимаций, я вот взял одни из самых популярных, не знаю это все или нет, потому что периодически выходят либо новая версия андроида, новый способ анимации, либо выходят в support либо какие-то новые аниматоры, либо способ анимации, но мы рассмотрим те, что представлено сейчас на картинке, на слайде. Начнем с view animation. View animation, такой способ по анимации вьюшке, довольно примитивный и базовый, появился одним из самых первых, был еще до андроида 2.3, мы даже сейчас не будем детально на нем устанавливаться, как же это делать, но это способ стар и очень ограничен, всего несколько можно было делать с помощью него анимаций, можно было изменять прозрачность, то есть альфа, переворачивать, зумировать, транслейты, это перемещение, перемещать. Почему он старел, почему его не стоит использовать, все потому, что на самом деле view animation он не меняет как таковые свойства view, то есть координата x, какая она была до анимации, такая она и останется после анимации, view animation меняет лишь отображение на экране, то есть в реализации view есть некая структура, которая описывает то, где будет отрисовано это view, и оно отлично от физических координат view, и у нас меняется лишь только позиция отрисовки, то есть в реальной жизни как это выглядит, у нас есть кнопка, которая должна у нас переехать из левого конца в правый конец, и в тот момент, пока она переезжает, на самом деле ее координаты остаются прежними, если вы ткнете на старую позицию, где кнопки визуально уже нет, так как view считается все еще у нее старые x и y, мы перейдем дальше, существует способ создания анимации с помощью drawable, это такой довольно тяжеловесный способ анимации, потому что для каждого этапа анимации нам нужно считать новый drawable, а drawable как известно это файл, соответственно нам нужно какое-то довольно большое количество байт считать, иногда и килобайт, все это держать в памяти, ну и как правило кадра далеко не 3, а кадров 10-20 и это просто накладывает такие ограничения на качество нашей анимации картинки и размер картинки, эти анимации как правило используются в тех случаях, когда нужно анимировать что-то сложное, не знаю, предположим у нас есть анимация какого-то взрыва, для того, чтобы нам не описывать отдельно как там каждая волна пойдет в разную сторону, или же рисовать какие-то вещи, типа как приложение огонь, когда вы делали, то есть придумать алгоритм, который сможет анимировать каждый элемент этого взрыва, для этого используют как раз-таки покадровую анимацию, то есть дизайнер берет какое-то как правило видео отрендеренное и просто нарезает его с каждой 100 миллисекунд кадр, и вы эти кадры себе грузите, и дробл анимейшн будет их проигрывать по очереди, то есть по сути это можно сказать как гиф-анимация заданным временем остановки на каждый кадр, то есть 200 миллисекунд например показывается первый кадр, 200 миллисекунд второй и так далее, тем самым получаем анимацию, соответственно чем меньше дюрейшн, чем меньше времени мы остановимся на кадре, и чем больше кадров, тем более плавная будет анимация, в один как в гифках. Ну дробл анимейшн понятное дело это такой ресурсоемкий и в плане андроида и в плане дизайна способа анимирования он используется довольно редко. Дальше рассмотрим такую вещь как value аниматор. Value аниматор это уже что-то более приближенное к реальности, что-то конечно нечасто используемое в продакшене, но тем не менее уже как некая такая базовая вещь. Этот движок появился начиная с версии андроида 3.0 и является базой, на нем построено множество других движков. Предположим мы хотим анимировать некий шарик который у нас пролетает от самого верхнего угла до самого нижнего угла и при этом он меняет свою альфу то есть прозрачность. Для того чтобы начать работу с value аниматором у него есть множество различных методов которые позволяют вам задать пределы анимируемого объекта. То есть мы непосредственно не анимируем view мы анимируем какое-то значение. То есть в данном случае мы например хотим изменить альфа. Альфа что это у нас? Это значение от нуля до единицы. Ответственно нам не нужно применять как-то этот аниматор к view мы применяем анимацию к именно значению хотим изменить значение от нуля до единицы. Промежуточные значения будут как раз таки теми значениями которые будут установлены в каждый из кадров анимации. Если нам нужно анимировать как в этом примере движение для этого нам нужно менять координату y. Координата y соответственно это тоже опять же просто значение float и мы в данном случае получаем его из высоты нашего parent минус высота кружка для того чтобы он не улетел за parent а остался видим. Как это все применять? Вот такой огромный код приходится написать для того чтобы задать анимацию которая была на предыдущем слайде. Что здесь написано? Напоминаю что мы рассматриваем value аниматор соответственно нам нужно создать новый value аниматор мы создаем новый аниматор интересный курсор будет не видно новый value аниматор давайте сделаю чуть вот так вот наверное чтобы можно было курсором показывать мы создаем новый value аниматор и хотим начали анимировать нашу альфу альфу анимируем от невидимого состояния то есть от 0 до видимого состояния то есть единицы так как мы анимируем значение каким-то образом вью должна узнать что ей нужно поменять свою прозрачность для этого у аниматоров есть update listener то есть тот listener который будет сообщать о каждом изменении анимированного параметра то есть в тот момент когда мы потихонечку меняемся от 0 до 1 на каждый шаг будет вызван метод on animation update где мы должны будем проставить нашему кругу нужную альфу то есть как раз мы здесь берем собственно из значения animation animated value это значение в текущий момент и поставляем его для окружности то же самое нужно сделать с движением по вертикальной оси для этого мы опять же анимируем от 0 то есть от крайнего верхнего угла верхней границы до нижней границы абсолютно таким же образом вешаем update listener и берем анимируемое значение и устанавливаем в координату y для того чтобы мы можем конечно каждую из анимаций запустить по отдельности но из-за этого может быть небольшая коллизия то есть где-то начнется чуть раньше появление альфы где-то чуть позже появление сдвиг по вертикальной оси для этого нужно запускать анимации одновременно и для управления анимацией существует такая вещь как аниматор сет по сути это просто сет анимаций из названия понятно и можно указывать различные способы воспроизведения этой анимации воспроизвести вместе как сейчас мы используем можно воспроизвести по очереди можно какие-то интервалы настроить и так далее и установить для нашего сета время прыгивания анимации и запустить ну и собственно ровно вот этот код который сейчас здесь приведен вызывает вот такой вот эффект окей так 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 это почему-то мне второй слайд дальше как же у нас работает этот value аниматор давайте разберемся как устроен этот сам движок время у нас представляется внутри аниматора как значение от нуля до единицы и напоминаю что андроид должен натрисовать любой кадр точнее весь экран за 16 миллисекунд соответственно если у нас например мы выбрали время анимации 167 миллисекунд это просто для простоты на самом деле 160 надо было не знаю почему 167 написано ну пускай будет 167 окей то 167 не ладно 160 делить на 16 получается что 10 фреймов соответственно нам нужно отрисовать за время анимации наши 10 кадров если мы где-то ну для примера находимся на половине нашей анимации то есть время равняется 0.5 и это у нас пятый кадр то что же будет происходить для начала вызывается такая вещь как тайм интерполятор тайм интерполятор это такой класс который подозначен для управления скоростью анимации то есть можно сказать что он интерполирует время мы можем по умолчанию у нас анимации все линейные то есть у нас за наш промежуток времени равномерно изменяется анимированный анимируемый объект но в случае если мы используем какие-то кастомные точнее какие-то нестандартные интерполяторы точнее не линейные скажем так интерполяторы то тогда наша скорость изменения этого объекта может либо расти либо убывать либо там расти и убывать то есть по-разному изменяться скорость самый простой интерполятор называется акселерейт интерполятор это интерполятор который ускоряет движение то есть поначалу наш объект движется довольно медленно потом быстрее быстрее в конце достигает своей максимальной скорости на самом деле это просто квадратичная функция так как время у нас внутри аниматора считается от 0 до 1 если мы находимся на середине анимации как сказал в предыдущем слайде то время у нас равняется 0.5 0.5 квадрат получается 0.25 запомним это значение мы посчитали что в текущий момент времени нам нужно работать с временем 0.25 как-то странно что у нас время сейчас 0.5 но мы работаем при этом с каким-то еще временем 0.25 проще всего это представить как то есть если бы у нас была линейная анимация то в момент времени 0.25 у нас в каком-то начальном состоянии на 1.4 был бы этот шарик но в случае если мы примели акселерейт антрипалятор то во время середины своей анимации то есть 0.5 от времени он будет там же где бы находился в случае линейной интерполяции в значении 0.25 то есть он будет сдвинут ближе к началу после того как мы рассчитали вот это интерполируемое значение времени нам нужно применить еще один класс называется Type Evaluator который уже непосредственно работает с числами с теми которые мы анимируем то есть не со временем а именно со значениями также существует множество реализации Evaluator но в простейшем случае он просто берет конечное начальное значение и умножает наше полученное время время не фактическая половина анимации а время рассчитанное при помощи интерполятора то есть 0.25 мы анимировали значение int от 0 до 255 соответственно мы конечное значение 255 из него вычитаем 0 умножаем на 0.25 получили какое-то значение 63.75 то есть в середине нашей анимации значение анимированного объекта будет равно 63.75 после того как мы провели этот расчет это значение записывается в аниматор прокидывается в листинг и вот с этим значением мы работаем и поставляем его для нашей вьюшки кроме того а ну сейчас стоит сказать про эволювейторы в простейшем случае как я сказал это просто вычитание конечное значение минус начальное значение но не всегда это удобно то есть если нам нужно анимировать там положение там x или y или альфу это удобно да просто у нас изменяется число одно но в случае если нам нужно анимировать какой-то более сложный случай например цвета цвета у нас представлены как правило палитрой RGB то есть на каждой на каждой из каналов это альфа красный и так далее у нас дается какое-то значение какое-то целочисленное значение и в случае если мы просто будем это вот наше значение цвета увеличивать там а какого-то там не знаю там красного до синего то на самом деле это не будет как там 255 0 да 255 0 0 255 0 1 250 0 2 и так далее это будет немножко описываться по-другому потому что цвета у нас опять же напоминаю что отдельно по каналам они разбиваются и если мы будем просто анимировать в тупую как число цвет то у нас просто получится что у нас перемешиваются цвета каким-то рандомным образом возникает то есть мы не добьемся того эффекта плавности переливания для этого каждый из каналов нам нужно будет анимировать по отдельности и нам придется сделать свою реализацию класса Type Evaluator но это опять же нужно не часто и есть куча open source фреймворков которые могут вам помочь с любыми анимациями эвалюаторами и так далее вернемся к интерполяторам на данном слайде представлены действия различных интерполяторов крайне левый это линейный второй это accelerate то есть который вначале немножко замедлен потом ускоряется деселерейт который является обратным для акселерейта то есть сначала он быстрый а потом замедляется accelerate деселерейт третий он вначале получается увеличивается потом замедляется и овершот левшот он как бы получается на самом деле переступает через конечные значения и потом возвращается назад такой некий ящик маятника в конце возникает. Но на самом деле интерполяторов огромная куча. Это я представил самые более-менее популярные. Да и те на самом деле овершот и линейные уже не так часто используют. Чаще всего используют представленные три. Это акселерейт. Это, как я сказал, интерполятор, который постепенно увеличивает скорость. Чаще всего он используется для анимации ухода с экрана. То есть, когда у нас есть какой-то свайп, или мы какой-то объект выкидываем, или он должен пропасть, используется акселерейт анимация для того, чтобы пользователь успел заметить, что что-то происходит на экране. Для того, чтобы она не сразу вылетела из-под пальца, а потом замедлилась или как-то еще. То есть, вначале вьюшка летит медленно, пользователь замечает, и она уходит вне экрана. Обратным образом работает деселерейт. Соответственно, это для каких-то вью, которые появляются на экране. То есть, мы вытащили какой-то элемент управления, я не знаю, либо добавили какую-то вьюшку, и для этого она должна быстро появиться, потом замедлиться, что опять же человек успел заметить, ага, вот, типа здесь вот появилась какая-то вью. Акселерейт деселерейт используется для анимации именно уже на экране, просто для изменения каких-то состояний, там, каких-то дребезжаний, или просто перетекания различных элементов. Ну, интерполятов, как я сказал, уже существует на самом деле огромное множество, можно их писать свои, и для разных ситуаций применяются разные. Сейчас в support библиотеке появились как бы переиздания, грубо говоря, интерполяторов, которые были описаны на предыдущем слайде, ну, с очень сложными названиями, я даже, наверное, не прочитаю нормально. Fast, Out, Linear, In, интерполятор. Это, на самом деле, акселерейт интерполятор, деселерейт, и акселерейт деселерейт. В чем их отличие, это на самом деле абсолютно такие же интерполяторы, только у них значения, анимируемые значения заданы более плавным образом, более плавная функция. Ну, сейчас рекомендуется использовать их, нежели простейшие акселерейт интерполяторы, но единственное, что они доступны только с Android 5.0. Если у вас Android 5.0, лучше их использовать. И это будет плавнее, красивее. Красивее. Окей, мы разобрались с value-аниматором. На его основе построен более сложный аниматор, но при этом более простой в использовании. Называется он object-аниматор. Все свойства, которые применимы к value-аниматору, также применимы и к object-у. То есть там также есть интерполяторы, также считается время и анимируемое число. Для того, чтобы задать анимируемый какой-то объект, нам нужно воспользоваться новым термином, как property. Сейчас я расскажу, что это. Но для того, чтобы задать простейшую анимацию, как была у нас в предыдущем случае, то есть анимация вертикального сдвига, для этого нужно указать вначале, к какому view мы применяем эту анимацию, к какому параметру мы применяем анимацию и, соответственно, откуда докуда мы будем менять значение. Что такое property? Если взглянуть в код этого класса, то на самом деле это абсолютно такая же вещь, что мы писали вручную. То есть у нас при изменении анимируемого значения вызывается метод setValue, где мы для object, а object здесь не видно, object в нашем случае это view. То есть мы точно так же, как мы писали это вручную, поставим сюда значение, новое значение при анимации. Get нужен для определения промежуточных просто значений, понять в какой момент сейчас, какое состояние в южке. И у нас есть несколько предзаданных properties, то есть это анимация, допустим, для Y, для X, и для альфы, и прочее, прочее. И в случае, если мы хотим сейчас, может, у меня написано, да, в случае, если мы хотим анимировать что-то нестандартное, или же мы просто не знали, что, допустим, у нас есть оказывается предустановленное значение, то мы можем просто указать, что анимируем мне, пожалуйста, Y. Как это работает? В случае, если мы указываем анимируемое, анимируемое property через стрингу, в этом случае поиск значения, которое нужно анимировать, проходит через рефлекцию. То есть Android будет искать у нас методы getY и setY для того, чтобы это заработало. Если не реализован хотя бы один из этих двух методов, мы получим crash. Если мы хотим сделать какое-то кассовное property, у нас там, не знаю, там, радиус, скругление чего-то там, мы здесь напишем там, допустим, circleRadius какой-то, да, и для этого в классе circle нам нужно определить два метода getRadius и setRadius. И, собственно, это заработает. Но, опять же, если вы используете какие-то стандартные property, то есть XY, alpha, translation и так далее, для этого стоит использовать уже заданные константы, и это немножко вам сэкономит ресурсов. Вот полный список того, что задано по умолчанию класса property, то есть различные перевороты, зумы, изменения координат. Но на этом разработчики Android решили не останавливаться, решили, что очень мало аниматоров, надо добавить побольше, нужно еще один способ анимировать, сделать. Для этого они сделали новый аниматор, который также работает на самом деле на value-аниматоре, это тот аниматор, который был с кулбэком, то есть с лисенером, где мы вручную могли что-то поставить. Но решили на основе него построить более простой аниматор, который вообще не допустит каких-то ошибок в плане его использования. То есть у этого аниматора есть строго ограниченное количество property, которые он может анимировать. И все эти анимации проходят через вызов специальных методов. То есть если мы хотим задать вертикальную анимацию с двигателя кружка, мы вызовем метод анимейт, говорим, что нам нужно x от анимировать на такое-то значение. Причем мы даже здесь не указываем начальное значение, мы указываем значение, до какого нужно проанимировать. То есть максимально сократили все возможные вещи, где мы можем ошибиться, упростили разработку. И также настраиваются здесь параметры duration и интерполятор. Интерполятор, duration можно не достреливать, для этого возьмутся стандартные параметры. И то есть мы можем добиться анимации вообще в одну строчку, написав всего лишь вызов двух методов animate и x. И у нас будет анимирована вьюшка. Это, конечно, довольно просто и круто выглядит, но на практике получается так, что нечасто нам нужно использовать просто какую-то простую анимацию, типа куда-то что-то сдвинуть. Нам нужно что-то делать более сложно, и в этом случае, к сожалению, этот property аниматор не подходит. Так что его следует использовать только для простых случаев. Итак, прорезюмируем про аниматоры. Сейчас мы рассмотрели, вот получается, сколько у нас, пять штук. View animation, мы о нем особо не говорили, не надо, он устаревший, он не изменяет как таковые значения view, он меняет только представление, его лучше не использовать. Drawable animation – это очень тяжеловесный и сложный способ анимирования, который построен на анимации кадров. Его стоит использовать только когда случай реально очень сложный, и у вас есть покадровый рисунок и ваши анимации. Value animator нужен, когда вам слишком сложно написать какое-то свое property для того, чтобы использовать object animator, либо по какой-то причине он не подходит для вас простые способы, то есть вы не можете там использовать какие-то методы, не можете, не знаю, он исследуется от класса, чтобы создать какой-то свой кастерный там сеттер или геттер, да, ну, либо еще есть какие-то ограничения. Но в общем случае стоит использовать object animator. Object animator может выполнить любую задачу, в принципе. Единственный минус, опять же, если вы делаете что-то свое, кастомное, вы задаете property через стрингу, тогда будет использована рефлекция, reflection, и это наложит дополнительные временные затраты на анимацию. Но если там что-то простое, ничего страшного. И в юпроперти animator это простые случаи, какой-нибудь вылет в юшке, исчезновение и так далее. Остановились мы на том, какой аниматор выбрать, но на самом деле это еще далеко не все аниматоры, которые существуют. Опять же, ребята из Гугла решили, что даже в юпроперти animator, который задается, в принципе, одной из такой, это слишком сложно. Решили упростить все еще сильнее. Так, запомните, что я говорил, на самом деле пропустил один важный момент. Да, не договорил. Про разрешение анимации. В случае, если у нас, мы что-то анимируем, да, и вдруг срочно надо остановить эту анимацию, пользователь отменил там какое-то действие, или же какое-то состояние нашего приложения изменилось, нам нужно уметь остановить анимацию. Для этого существует для разных типов анимаций различные способы ее остановки. То есть для viewAnimation это прям вызов самого метода clearAnimation на view. Допустим, для propertyAnimator это вызов animate, который, по идее, должен начать анимацию, но мы вызываем метод cancel, который остановит уже начатую до этого анимацию. И для valueAnimator и objectAnimator существует остановка через метод cancel самого аниматора. Тем самым получается, что нам следует, на самом деле, хранить ссылку на аниматор всегда. для того, чтобы мы могли в случае чего ее завершить. Кроме того, анимации следует останавливать, когда у нас происходят какие-то изменения в жизненном цикле нашего активити, либо фрагмента, либо самого view. Это нужно для того, для того, чтобы просто у нас не происходила утечка памяти, потому что мы держим ссылку на какой-то view, мы ушли с экрана, у нас анимация идет, не знаю, 10 секунд, еще 10 секунд, мы держим ссылку на view, тем самым резервируя еще какие-то ресурсы, которые можно было бы уже отпустить. Более того, всегда стоит помнить, какой именно аниматор вы используете. Например, если вы используете viewAnimation и вызовете view.animate.cancel, анимация не остановится, потому что, на самом деле, используется другой аниматор. Эксепшена никакого не будет, никакой ошибки не произойдет, но при этом анимация не остановится. Нужно помнить о том, что вы используете. Возвращаясь к тому, что я говорил про упрощение анимаций, в андроиде есть еще один способ анимации, это анимация layout transition. Помните те кругляшки, которые летели у нас сверху вниз? Я использовал, собственно, те же кругляшки, тот же view, но оставил только два кругляшка, и все, что сейчас я на самом деле сделал, это изменил видимость одного из этих кругов. Я не сдавал никаких анимаций, никакого фейда, сдвига и так далее. Это все за меня делает layout transition. Layout transition – это такой способ анимации, который следит за изменениями ваших челдов. То есть, если внутри одного парента изменились какие-то свойства челдов, например, их видимость, их положение, при помощи layout transition Android сможет понять, ага, были изменены какие-то вещи, нужно из состояния до перейти в состояние после, и уже к вашим челдам применят какие-то анимации. Ну и это, опять же, так как это способ упрощения, он не решает все задачи, как правило, это используется для случаев просто, когда нужно отобразить view, то есть, изменить ее видимость, то есть, это смена свойства визабилити, или же просто добавление в иерархию view, то есть, add view, также изменение размеров. Для того, чтобы начать использовать анимацию, достаточно просто для вашего root layout, то есть, в нашем случае, это constraint, создать через метод setLayoutTransition новый transition. Транзишены бывают разные, можно переопределять, это все будет влиять только на то, как будет, в конечном итоге, произведена анимация. но на этом, опять же, ребята из гугла решили не останавливаться, говорят, нам мало анимации, давайте еще что-нибудь проанимируем, и придумали transition framework. Transition framework это вещь, построенная на layout transition, но с большей степенью кастомизации, то есть, мы можем указать, какие именно следует применять анимации в случае изменения layout. Например, здесь мы будем использовать fade, то есть, в случае, если мы добавляем какой-то child элемент, в нашем случае это кружок, то он появится с fade. Ну, а сдвиг произойдет только из-за того, что просто view должно перерисоваться, и оно само просто раздвинется. Если мы не укажем fade, то не будет, соответственно, никакого выхода из затемнения, просто будет сдвиг. Таким образом запускается все это дело на выполнение, нужно вызвать метод begin-delayed-transition. Сам этот метод не начинает никакой анимации, не произойдет никаких изменений, но как только после вызова этого метода вы измените что-то в вашей иерархии view, например, видимость, анимация автоматически запустится. То есть, вам не нужно даже управлять анимацией, она все сделает за вас. Кроме того, что есть какие-то базовые вещи, такие как fade, различные сдвиги, изменения размеров, можно задавать различные, более такие сложные, скажем, способы анимации, например, в transition framework существует анимация slide, она позволяет сделать вылет объекта с какой-то из сторон, по умолчанию вылет делается из крайнего нижнего положения вашего парента и, собственно, выглядит как представлено на изображении. Опять же, мы не запускаем сами никакой анимации, мы только определяем, что нам нужно сделать transition, какой transition с fade и со slide. все, как только произойдет, ну, и, соответственно, вызвать begin delay transition, как только мы изменим что-то, какой-то из параметров и chill-дов, произойдет анимация. Как это будет анимироваться, решает уже сам framework, но, конечно же, можно производить какие-то настройки, можно, опять же, если это slide, например, указывать, с какой стороны должен произойти вылет или там с каким-то duration будет произведена анимация. Еще одно отличие framework от обычного layout transition заключается в том, что мы можем указывать, мы можем анимировать не только прямых своих родителей, ну, то есть, если я кружок, у меня есть там layout, который меня держит, но, на самом деле, чаще всего бывает, что еще какой-то parent есть, который держит всю эту иерархию. В случае transition framework можно анимировать еще и самый родительский элемент. Например, если мы, например, добавляли кружок и наша вьюшка была бы размером wrap-контент, то, кроме того, чтобы у нас появился этот кружок, еще сама вьюшка бы расширилась, и это было бы тоже с анимацией, просто потому, что transition framework позволяет это сделать. Но, так как он это позволяет сделать, соответственно, можно и добавлять исключения, то есть, например, вот этот parent нам не нужно анимировать, этого нужно, очень много кастомизации, довольно гибко можно все настраивать. Так, ну, что же лучше? Вроде таких два мощных способа, да, один посложнее, другой полегче, но, на самом деле, transition framework появился немножко позже, не помню, с какой версии, по-моему, с версии 5.0 Android, и, соответственно, вы не можете его использовать раньше, чем Android 5.0, и вы можете использовать только layout transition, но в случае, если у вас минимум SDK стоит больше пятой версии, вы можете использовать все мощности transition фреймворка и там кастомизировать все, что пожелаете. То есть, я бы свел выбор только для версии Android, и Android выше 5.0 transition, меньше layout transition. Также, не так давно, в саппор библиотеке появились так называемый dynamic animation. что это такое? Это анимации, построенные на законах физики. Так как мы все-таки живем в реальном мире, и когда у нас просто по какому-то уравнению двигается наша точка, это выглядит не очень реалистично. И мы хотим, чтобы наши какие-то жесты и движения были похожи на события из реального мира. Вот на этой картинке видно сравнение, как выглядел бы обычный аниматор и аниматор, использующий физические законы. То есть, мы двигаем пальцем просто под углом к правому углу по тему налево, в левом случае все движется у нас линейно и топорно, в правом случае двигается так бы, как вел человек, так как человек не идеален, он ведет по какой-то дуге, и точка имеет некоторое ускорение. Соответственно, она пролетает не по прямой траектории, а немножко закругленной, что напоминает то, что происходит в нашем реальном мире. Внутри этого способа анимации существует всего лишь две анимации, одна из них это флинг анимейшн. Что такое флинг анимейшн? Это такой способ анимации, который нужен для как раз для воспроизведения эффекта ускорения. То есть, с какой скоростью вел человек палец, с такой скоростью у нас и будет анимация. Человек вел палец быстро, южка палец чуть-чуть быстрее, медленнее, медленнее, и также траектория будет сглаживаться. И второй способ анимации это спринг анимейшн. Кстати, я видел ой, так, спринг анимейшн. Я, кстати, видел в домашнем задании, кто-то даже его использовал уже. Но вообще спринг анимейшн сделан для того, чтобы визуально показать отмену какого-то действия. Он напоминает такую некую пружину. То есть, если человек довел палец до какого-то определенного момента, но не завершил действие, например, у вас какой-то есть свайп или слайд, и бросил палец, поднял палец, в этом случае мы можем вернуться назад с помощью спринг анимейшн. Он также учитывает ускорение, с которым двигался палец и сделает это наиболее реалистично. Кроме рассмотренных выше способов анимации существуют еще более специфичные вещи для анимирования. Некоторые из них энкапсулированы и содержатся в каких-то отдельных вьюшках, например, как в RecyclerView есть такая вещь, как item animator. Что это такое? Это тот способ анимирования, который будет использован при изменении вашего ресайклера. То есть вы добавили какую-то строку, убрали, и в этом случае вызовется item animator, который сделает это с помощью какой-либо анимации. Опять же, это все расширяемое, настраиваемое, можно реализовывать свои вещи. Также существует довольно сложный такой способ по анимации. Это animated vector drawable, он чем-то похож на просто анимацию drawable, но с одним ишим отличием. Этот способ анимации используется для анимирования векторных изображений. Ну, я, честно, ни разу не видел в жизни, чтобы кто-то применял это на практике, но такая возможность существует. Ну, и кроме того, что мы можем анимировать отдельные вьюшки, можем анимировать и целиком activity, и фрагменты, для того, чтобы делать какие-то красивые переходы, вылеты и прочее. И стоит еще упомянуть, с чего я начал, с того, что в Android постоянно добавляются все новые и новые способы анимации, у старых каких-то аниматоров становится какие-то методы деприкейтед, либо добавляются новые способы анимации, за этим стоит следить и использовать. Как правило, все новые фреймворки или аниматоры, или способы анимации, они либо более оптимальны, либо более удобны для использования, поэтому за этим стоит следить. И приходим к финальной части нашей лекции, это обработка тачей, или касаний, или жестов, или всего, что мы можем сделать с нашим экраном. Базовая вещь в работе с тачами это motion event. Motion event это событие касания экрана, то есть это любое действие, как касание экрана, сдвиг куда-то пальцы, поднятие пальца и так далее. И motion event работает не только с пальцами, он может работать за стилусами, даже с мышкой. Это может выглядеть странно, но на самом деле Android имеет API для работы с мышью, и можно специально подключить мышь, и у вас на экране даже появится курсорчик, и можно будет вашим телефоном управлять с помощью мыши. Это сделано потому, что на самом деле Android не ограничивается только мобильными телефонами, сейчас множество девайсов работает на системе Android, это телевизоры, которые имеют пульт MagicLip, или как называется, где есть курсор, собственно, та же самая мышь, различные бортовые компьютеры для автомобиля и так далее, и так далее. То есть способ ввода на самом деле не один. Но мы будем рассматривать только касание пальцем. Как в классическом виде происходит взаимодействие с экраном? Чаще всего все начинается с того, что человек выпускает палец на экран, то есть происходит событие down. После этого человек с большой вероятностью двигает куда-то палец, то есть происходит событие move. И в конце действия он либо поднимает палец, либо мы получаем событие cancel. Что такое событие cancel? Событие cancel это когда какая-то из других view перехватила это событие. Например, у вас была какая-нибудь иерархия, что в Recycler view у вас лежала кнопка. И нажимая на кнопку, вы начали сдвигать куда-то палец, и Recycler понял, что на самом деле вы хотели нажимать не на кнопку, вы хотели на самом деле сделать какой-то свайп или слайд. В этом случае придет событие cancel и обработка этой цепочки взаимодействия остановится. Вот. Помните, я говорил про Type 3 и говорил, что нужно всегда его чистить. Аналогичная вещь у Motion Event. Почему приходится чистить эти объекты? На самом деле существует Motion Event Pool и также существует Pool для Typed Array это такая некая структура данных, которая хранит в себе объекты Motion Event, которые созданы для того, чтобы просто вы не плодили на каждый сдвиг, если вы там сдвигаете палец по чуть-чуть, по чуть-чуть, у вас приходит сумасшедшее количество ивентов на каждый сдвиг, на каждое поднятие пальца, опускание пальцев, а если вы используете мультитач пальцев может быть, не знаю, три, например, и представляете, на каждый сдвиг на один пиксель, вам придет такое количество ивентов. Для того, чтобы не плодить эти объекты, не очищать память, для этого существует Pool, для того, чтобы получить оттуда событие какое-то, используется метод Obtain, как правило, переиспользуется какой-то старый ивент, в случае, если их было недостаточно или они заняты обработкой других задач, то создается новый и в конце, после того, как вы использовали, должны вызвать recycle, после того, как вызвать recycle, объект вернется в Pool, и дальше уже Pool будет решать, что с ним делать, выдать следующему процессу, который будет его использовать, либо же там уничтожить. И по этой же причине, если мы работаем с жестами, не стоит хранить ссылки на motion event, то есть, например, частая ошибка, у нас есть какая-то вьюшка, нам не нравится, что она просто там кликабельна, мы хотим добавить какую-то сложность, что в случае, если палец сдвинут там, не знаю, направо, мы хотим показать какой-нибудь тост, например. В этом случае логично выглядит, что когда нам пришел ивент опускания пальца, мы сохраним этот ивент, посмотрим, что это был down, тип, то есть, опускание пальца, касание, мы его сохраним куда-нибудь в поле. В следующий раз, когда придет move, мы посмотрим, значит, палец куда-то сдвинулся, посмотрим координаты move и сравним с координатами предыдущего нашего ивента, который был down. Но чаще всего, на самом деле, координаты будут равны, а координаты будут равны только потому, что этот ивент был переиспользован. На самом деле, вы получили тот же самый объект, и если взглянуть, то эти объекты будут абсолютно идентичны, и реально у них будет одна и та же ссылка. Поэтому не стоит сохранять объекты motion event, если вам нужно что-то сохранить, либо сохраняйте непосредственно координаты, типа, либо какие-то там свои вещи, которые нужны вам для работы с ивентами. Но если у нас какой-то более сложный случай, то есть у нас не просто какая-то вьюшка, которая принимает события, у нас есть целая иерархия. Есть какой-то parent, в нем какие-то child, и пользователь касается экрана. Что происходит? Существует два основных метода для работы с тачами. Это intercept touch event и untouch event. В чем их различие? Intercept touch event, он определяет, стоит ли сейчас прерывать цепочку взаимодействия с этим ивентом. То есть в случае, если вы возвращаете true, то это событие больше не будет передаваться вашим челдам. То есть если у вас, например, есть кнопка, под ней какая-то вьюшка, вы кликаете на кнопку и в intercept вы передаете true, то вьюшка, которая лежала снизу, не узнает о том, что вы кликали. Но если вы передадите false, то ивент пройдет дальше к челду, попадет к этой вью и вью поймет, что было какое-то касание. Что такое untouch event? Touch event, собственно, это сама обработка касания. Если вы обработали ивент, все окей, там по каким-то вашим параметрам подошел вам, вы опять же возвращаете true. Если не подошел, возвращаете false. В случае, если child возвращает false, то ивент точно так же, как в случае, если мы интерцептили parent, возвращается к parent. То есть получается такая система, что ивенты все идут сверху вниз, потом снизу вверх. Все довольно просто. Но сейчас все-таки не очень удобно пользоваться экраном при помощи одного пальца. Есть куча жестов, которые используются для зуммирования, для поворота, для каких-то быстрых взаимодействий. Для этого используется так называемый multi-touch. Это событие, когда пользователь касается несколькими пальцами экран. Для этого используется не просто тип down или up у motion event, а для этого используется pointer down и pointer up. То есть именно описание того, что какой-то из объектов multi-touch, то есть какой-то из пальцев в нашем случае, он был либо поднят, либо сдвинут, либо опущен наоборот. И каждый ивент, точнее каждому пальцу присваивается отдельно индекс и ID. В чем разница и зачем это сделано? Индекс – это просто прятковый номер пальца. То есть у нас, мы прикоснулись тремя пальцами, у нас слева направо будет пронумерован один, первый, второй, третий, нулевой, первый, второй. ID – это уникальный нодификатор пальца, то есть по умолчанию он также будет расставлен 0, 1, 2, но если мы поднимем один из пальцев, то оставшиеся два все равно сохранят ID 2 и 3, но при этом индексы сдвинутся, то есть индекс станет 0 и 1. Сейчас это рассмотрим на примере. Мы коснулись экран одним пальцем. Индекс 0, ID 0. Индекс – это номер по порядку, ID – уникальный дистрикатор. Вторым пальцем коснулись. Все идет вроде понятным образом, на единичку увеличили. Третьим пальцем все то же самое. Что происходит в случае, если мы подняли крайний левый палец? ID-шки у нас остаются прежними. Для того, чтобы мы могли в случае своих обработки каких-то кастомных событий, мы могли понять, что человек, не знаю, там поднял один палец, а двумя другими он продолжает действие, и нам нужно именно понимать, как, не знаю, средний палец двигается. И не спутать его с указательным, например. Но при этом индексы остаются прежними. Индексы просто нужны для каких-то подсчетов, для, если вам не так важно, какой именно это палец, вы можете просто говорить, там, не знаю, дай мне там палец номер 2. Что произойдет, если мы поднимем еще один палец, индекс станет 0, то есть мы всегда в индекс ставим первое освободившееся число, нумерация с нуля. ID при этом остается прежним. Возвращаем назад средний палец, нумерация идет также с нуля, индекс 0, а ID уже стал нулем. ID изменился, потому что мы подняли этот палец, соответственно, Android больше не знает о том, какой сейчас у нас палец на экране. Вы можете поменять пальцы, и для того, чтобы не вводить в заблуждение разработчика, ID сбрасывается, и также начинается нумерация с нуля. Опустили экране левый палец, получили индекс 1, ID 1. Вроде картина была такая же, как изначально, то есть у нас три пальца на экране, но при этом у них и ID перепутались, и индексы перепутались. То есть это тоже стоит принять во внимание при работе с жестами. И получается такая вещь, что происходит куча событий, мошен-ивенты различные, есть какие-то индексы, какие-то ID, они еще могут как-то перепутываться. Довольно сложно обработать что-то и придумать какие-то там вроде базовые вещи, типа переворота при помощи пальцев. Для этого в Андроиде существует куча вспомогательных различных классов. Например, есть способ отслеживания скорости, как раз-таки той скорости, которая используется при анимации Spring. этот класс позволяет отследить с какой скоростью соответственно человек взаимодействует с экраном, то есть с какой скоростью он двигает палец. Также, как и мошен-ивенты, есть пул для трекеров. Необходимо нам, для того, чтобы использовать новый трекер, нужно вызвать метод obtain. После того, как мы его использовали, надо вызвать метод recycle. Точно так же, для того, чтобы не создавать личных объектов, мы экономно используем ресурсы. И как это работает? Каждый раз, когда происходит какое-то событие ввода, какой-то он-тач-ивент, все, что нужно сделать, нам нужно нам velocity-трекеру добавить этот ивент. Внутри есть своя реализация, которая будет понимать уже за вас какой там ID у пальца, какой индекс у пальца, как он двигался, тот ли этот палец или вообще может быть другой. И хранить значения, которые были до этого, для того, чтобы посчитать скорость. Вот скорость в реальном мире у нас измеряется в километрах в час, в метрах в секунду, но сейчас мы находимся на экране телефона, и странно было бы мерить в метрах, например, скорость, с какой скоростью двигается палец. Для этого есть специальное описание, это количество пикселей в секунду, с какой скоростью двигается палец человека. Для этого используется некий аргумент velocity units, который показывает относительно какой величины нам стоит считать скорость. То есть, если мы задали, например, значение равное тысяче, то скорость будет изменяться в тысячах пикселей в секунду. То есть, не знаю, там я двигал палец скоростью там 5000 пикселей в секунду. Ну, и опять же, напоминание, чтобы мы не забывали после использования трекера его очистить. хорошо, мы посчитали скорость, да, но все равно довольно сложно не просто скорость ивента, еще опять же, огромное количество пальцев, да, узнать, что же человек делал на самом деле, что он хотел сделать. Для этого есть такой класс, как gesture detector, который помогает определить, какое именно событие на самом деле человек хотел сделать. Он опустил палец, он долго выдержал, там, скроллил и так далее. Также существуют какие-то такие интересные вещи, как fling, допустим, fling это такое смахивание, как выкинуть, то есть у него есть определенное описание, в случае, если подходит под смахивание, у вас вызовется метод onfling. Что это значит? Это значит, что сейчас мы попробуем, как же это все на самом деле в реальности выглядит, потому что на словах, конечно, это все хорошо, хотелось бы увидеть это на практике. Довольно частая такая вещь используется в различных приложениях нам необходимо реализовать сброс, сброс какого-то элемента, точнее, удаление элемента из листа при помощи смахивания. Вот во второй лекции я показывал это приложение, у нас тут список фильмов, это RecyclerView, соответственно, сейчас хотел поскорролить, RecyclerView, в котором есть некое количество фильмов. И у нас в первый раз была кнопка добавления фильма, да, но сейчас мы хотим сделать что-то более такое модное и современное и хотим управлять при помощи жестов, то есть мы сейчас добавили жест, который позволяет при смахивании удалить элемент из RecyclerView. Причем здесь используются анимации, которые так называются физик-бейст, то есть в случае, если мы бросим вьюшку, то она отпружинит. В случае, если мы быстро ее двигаем, она быстро улетит. отлично. Интересно, наоборот. Окей. Ну, тогда давайте перейдем к коду, поймем, что же причина. Так, напоминаю, что у нас есть класс Move, в котором есть имя, описание, постер, есть адаптер, который у нас отрисовывает наши эти элементы с фильмами, но есть отличие от предыдущего кода в том, что у нас добавился класс SwipeItemHelper. Это класс, который как раз будет помогать нам определять, был ли сейчас жест свайпа. Для того, чтобы начать работать с любым элементом, всегда нам нужно вызвать конструктор. для того, чтобы понять, происходит сейчас свайп или нет, существует... Так, 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 сейчас... Так, 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 ладно, нет, давайте другого начнем. Окей, так как у нас UI, нам для работы понадобится контекст, и у нас есть некий listener, который сообщит нам, собственно, когда произошел свайп. Окей, мы будем его вызывать тогда, когда действительно поймем, что произошел свайп. Но еще важное такое замечание, что, иногда пользователь может случайно коснуться экрана, сдвинуть палец совсем чуть-чуть, или там коснуться, допустим, не пальцем, а краем руки экрана. В этом случае мы не хотим считать, что было какое-то взаимодействие или там был какой-то свайп. Для этого в андроиде есть специальная вещь, как touch slope. Touch slope, это, не помню, как дословно переводится, но, по-моему, переводится что-то как вроде мусор. это некое значение сдвига в пикселях вашего пальца или руки, либо чего-либо, чем вы коснулись экрана, которое будет считаться недействительным. То есть, если там условно мы коснулись пальцем и сдвинули на два пикселя, мы на самом деле не могли так осознанно сдвинуть на два пикселя, это просто невозможно, это было случайное касание. Дальше, как я говорил, для того, чтобы работать с анимациями, нам нужно постоянно хранить ссылки на аниматоры, которые мы используем. Для этого у нас есть мапа, которая будет хранить наши анимации. И во время того, когда мы будем дотачиться от RecyclerView, когда это будет вызвано, это будет вызвано в моменте on-stop activity, мы должны, соответственно, почистить все наши анимации, остановить их, ну, и там освободить оставшуюся память. Самое интересное, это основка анимации. У нас есть анимации, мы пробежались по всем элементам нашей мапы и отменили анимацию. На всякий случай. На самом деле, она может, конечно, сейчас и не играться, и вообще человек может не коснуться экрана, но лучше вызвать этот метод, чем не вызвать, потому что в случае, если у нас нет анимации, ничего не произойдет, в случае, если есть анимация, мы будем держать view до тех пор, пока не закончится анимация. Так, 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 начнем с метода on-intercept touch event. Intercept touch event метод, который говорит о том, что следует ли сейчас нам перехватить наш ивент. В каком случае мы хотим перехватить ивент? когда пользователь коснулся пальцем, мы, во-первых, сохраним то место, куда он коснулся, создадим, если нужно, новый velocity tracker, и там, если не нужно, точнее, если он уже был, мы его очистим, и сохраним событие опускания пальца в tracker, для того, чтобы он мог позже посчитать скорость. То есть, мы просто добавим наш ивент при помощи add movement. Сейчас мы отправили false, то есть, мы не будем сейчас обрабатывать этот ивент, мы просто записали себе, ага, был какой-то ивент. Мы будем его обрабатывать только в том случае, если поймем, что это был действительно swipe. Для этого, когда произойдет move, во-первых, что мы сделаем, мы опять же запишем в наш трекер движение пальца, ну и посмотрим то, что у нас изменилась х-овая координата, то есть, сдвиг горизонтальный на какое-то значение больше, чем touch slope. Touch slope это та вещь, которая говорит о том, что было незначительное касание или ложное. Итак, мы поняли, что получается у нас палец сдвинулся на какое-то количество пикселей, которые мы считаем допустимым, и считаем, что сейчас начал происходить свайп. Для этого мы просто найдем вьюшку, на которой сейчас находится палец. У ресайклера есть такой метод find child under, то есть, он по х-овой координате и может понять, что сейчас палец находится на таком-то элементе. И если это был действительно свайп, мы вернем true. То есть, все, мы перехватываем событие и с этого момента наша вью начинает обрабатывать этот ивент. Если мы вернем false, то мы не сможем обрабатывать этот ивент, либо его обработаем только после того, как все чайлды его обработают. Мы возвращаем true. События поднятия пальца и отмены нам не важны для того, чтобы прорывать его. Окей, человек поднял палец, мы все равно ничего больше не собирались делать в плане обработки ивентов. Итак, после того, как был сдвинут палец, то есть, мы получили action move, нам нужно понять, что же вообще произошло и что нам делать с этим. После того, как мы перехватили ивент, следующим шагом нам придет on-touch ивент. Вызовется, точнее, метод on-touch ивент. Все так же мы сохраняем в трекер наше движение, нам все еще важно знать скорость и понимаем, в какой момент времени, в текущий момент времени, где сейчас находится палец. это значение мы сохраним себе. Для того, чтобы в тот момент, когда мы еще двигаем только элемент, у нас не начиналась какая-то анимация, но при этом мы понимали, что действительно мы сейчас что-то двигаем, у нас используется такой простой метод, как translation. Translation — это сдвиг, то есть, фактически он не меняет карбинаты х, то есть, х у нас останется прежним, но добавится, как некая дельта, которая будет отрисована на экране. То есть, у нас просто за пальцем будет следовать вьюшка. И в случае, когда человек поднял палец, либо ивент был перехвачен другой вьюшкой, мы, к сожалению, не можем понять, какой, точнее, может и можем, но нам это не так важно. То есть, произошло событие, окончание работы с тачем, нам нужно понять, сейчас был ли свайп или нет. Для этого мы считаем текущую скорость нашего свайп, текущую скорость движения пальца. То есть, мы будем считать относительно тысячи пикселей в секунду и проверяем, на всякий случай, если у нас холдер, то есть, тот вью, который мы будем анимировать. этот вью, это вьюшка, которую мы получили при так, 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 ту вьюшку, которую мы получили при интерсепте тача, то есть, на которой был опущен палец и началось какое-то движение. В случае, если у нас была обнаружена такая вьюшка, что мы действительно сами прервали это событие, точнее, перехватили событие ввода, мы хотим его получить и дальше уже что-то с ней, что-то с этой вью делать. Так как мы вызвали метод compute current velocity, мы посчитали скорость. Окей, давайте теперь возьмем эту скорость. Мы получили некую скорость. Если скорость больше нуля, то есть, действительно, происходит какое-то сдвижение, нам, сдвиг, точнее, происходит какой-то, нам нужно вызвать анимацию флинг. Это та анимация, которая работает по закону физики и будет анимироваться с такой скоростью, с какой двигал человек пальцем. Либо в случае, если у нас ускорение ноль, то есть, человек перестал двигать палец, поднял его, произошло какое-то событие отмены, мы должны вернуть назад вьюшку, которую мы двигали, то есть, при помощи спринг-анимации, которая выглядит как пружинка. И, в конце концов, очистить наш трекер. Как происходит анимация флинг? Это та самая анимация движения за пальцем. Для этого что мы делаем? Мы создаем анимацию настраиваем некий параметр friction, сейчас не буду на нем остановиться, но, грубо говоря, скажем, что это просто некий дополнительный множитель для анимации. Мы указываем, с какой скоростью двигался сейчас палец, с какой скоростью начинать анимировать нашу view. Для этого у нас есть velocity, которая получилась трекера. максимальное значение анимации, то есть максимально мы можем докуда до анимироваться, до конца view. View у нас имеет какую-то ширину, соответственно, весь наш трек анимации это ширина. Еще важный такой момент мы устанавливаем для этой view flag recyclable false. Это вещь, которая используется в recycler view и говорит о том, что сейчас не нужно переиспользовать эту ячейку. Напоминаю, что recycler может переиспользовать ячейки и это делает его работой довольно оптимальной. Но если мы сейчас анимируем эту ячейку и она по какой-то причине захочет быть переиспользована, то есть она уйдет с экрана или придут еще какие-то события, придут новые данные, будет перерисовка интерфейса, мы не хотим, чтобы она переиспользовалась, потому что иначе у нас анимация прервется на какой-то момент, туда встанут новые данные и она начнется сначала. То есть будет переиспользовать этот элемент. И устанавливаем listener для окончания анимации fling. В случае, если мы вылетели за конец экрана, то есть значение анимации стало больше либо равно, чем ширина, то мы говорим, что все, окей, можешь recycler очищать эту влюшку, переиспользовать и передаем в listener on swipe. То есть все, мы завершили действие свайпа. В случае, если у нас value, то есть наше значение анимации не дошло до конца, либо человек с недостаточной скоростью проскролил, что она не смогла надолететь до конца, либо он бросил палец где-то на середине, мы должны вызвать анимацию отмены, то есть анимацию spring. Она работает абсолютно таким же образом, где в конце концов мы скажем, что нам нужно тоже восстановить флаг recyclable, потому что мы также анимировали это вью и также сделали запрет на то, чтобы переиспользовать эту вьюшку. Ну и понятно сохранить ссылки на анимацию, чтобы в случае чего ее удалить, если у нас остановился main activity, либо приложили еще какие-то события. Что же у нас происходит в main activity? Вот у нас есть этот свайп item helper, который у нас собственно отвечает за свайп. У нас есть listener. Listener у нас довольно прост. Мы в случае, если у нас появился какой-то, точнее произошел какой-то свайп, мы знаем, что это был свайп на таком-то view holder, у него есть какой-то position, то есть произошло именно там корректное вычисление, то мы просто из нашего адаптера выкинем этот элемент. Больше тут особо каких-то нюансов нет на самом деле. Есть нюансы со стопом, что нам нужно очистить наши анимации, ну и со стартом, то, что нам нужно приоттачиться к нашему recycler view. На самом деле это не какой-то метод view, это просто так названный метод, который собственно сохранит нам ссылочку на recycler и повесит listener на attache. Вот. Тем самым получается мы скромбинировали сейчас анимации физические и скромбинировали тачи. При желании, конечно, можно было бы написать еще сюда кастомную view для того, чтобы охватить полностью сегодняшнюю лекцию, но просто, как я уже говорил, лишний раз не надо описать свои кастомные view и это не исключение, здесь вообще нет смысла в этом. Вот. Это, думаю, на сегодня все. Давайте тогда тоже еще остановимся на каких-то вопросах, вопросах, если есть. Можно по этому, по этой части, можно по предыдущим. Окей, если сейчас нет, вы можете там написать в личку или в чат, потом спросить. По поводу домашнего задания. Домашнее задание я выложу чуть позже, там, с описанием, но скажу сейчас пока, что это должно быть. вам нужно будет сделать дома как минимум одно кастомное view, вам нужно будет использовать обязательно velocity tracker и нужно будет использовать так, 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 и нужно будет использовать анимацию от физик-бейст анимейшн, то есть для того, чтобы что-то выглядело прямо реалистично. Что нужно будет сделать? Ну, нужно будет сделать что-то вроде мини-игры. У вас будет игрок-баскетболист, который кидает мяч в баскетбольное кольцо. Соответственно, с какой силой вы двигаете палец, с такой силой полетит мяч. В случае, если была сила недостаточная или палец оторвался, вам нужно изобразить падение этого мяча. Чаще всего, точнее, что проще всего будет здесь сделать кастом view? Ну, наверное, так как эта игра интересно будет вести какой-то подсчет очков, можно будет сделать, например, при помощи кастом view какую-то индикацию забитых мячей. Например, это будут какие-то звездочки. или насколько был точен полет, можно там выставить звездочки от 1 до 5. Более детально я это опишу, опять же говорю, текстом и сделаю проект, в который также можно будет полреквестами сдавать домашнее задание. Но вот смысл таков. Все, на этом все. Спасибо, если что, пишите.